Санкт-Петербург Санкт-Петербург у вас дома, мосты это вторая по счету экскурсия. Если дело пойдет, если вы будете активны и поддержите меня, то планов на этот счет у меня громадье и я конечно буду даже совершенствовать эту форму, больше добавлять сюда какие-то видео и других таких нестандартных материалов. А сейчас у нас экскурсии будет действительно по мостам Санкт-Петербурга, которых просто огромнейшее количество в городе и для тех, кто пока еще со мной не знаком, я просто сделаю небольшое отступление, посмотрите на слайд, познакомьтесь. Я занимаюсь вебинарами, вебинарами занимаюсь давно и все, что связано с вебинарами, это и маркетинг, и продажи, и обучение. И вот такие вот нестандартные вебинары я охотно делюсь своими наработками и мне нравится вокруг вебинара работать, потому что вопросы вебинаров, возможности вебинаров просто-напросто не ограничены. Давайте мы сейчас познакомимся с вами и сейчас отвечают только те, кого заинтересовала эта форма вебинаров с профессиональной точки зрения. То есть вы подумали, а как бы мне можно было применить в своем бизнесе, в своей работе вот такие вот вебинары, может быть вебинары экскурсии или во всяком случае просто нестандартные вебинары. Поставьте пожалуйста цифру 1 в чате, те, кого заинтересовала в профессиональном плане эта тема. Так, Екатерина уже поставила 1, Анатолий Иванович поставил цифру 1, третий человек, Георгий ставит цифру 1. Так, 4, Алена, спасибо большое. 4 человека, 5 человек, отлично. Я надеюсь, что найдутся коллеги и в конце этого вебинара, если вы досидите, а вебинар будет полтора часа и полтора часа я буду так знаете плотно мы с вами в полтора часа будем укладываться, то там будет как раз вот говорится о том, как же все-таки использовать такие бесплатные вебинары. Так, потому что эти вебинары деньги брать нельзя с людей, это бесполезно. А как их использовать? И вторая циферка 2 сейчас поставьте те, кто любит экскурсии, путешествия, любит все новое и их заинтересовало вот именно такое путешествие по Санкт-Петербургу виртуальное. Так, вот так, побежали-побежали циферки 2. Ну вот у нас и получается, что 4 человека, кто поставил цифру 1, это те, кто будут проводить нестандартные такие вебинары, а цифру 2, те, кто будут их посещать. Хорошо, сегодня мы с вами в Петербурге, я и там, и там пишет, и Кирину, ну естественно. Если вы проводите стандартный вебинар, то вам и хочется их посещать. А напишите, пожалуйста, так, циферка 2, приходилось бывать, уже пишут, отвечают у нас, приходилось бывать. Так, живет и сейчас у нас Лилия в Санкт-Петербурге, много раз слилась Анастасии бывать, очень приятно. Так, цифра 2, приходилось бывать, а только сегодня вернулась. Замечательно. Тогда вы будете мне помогать, если я вдруг ошибусь, потому что материал такой, знаете, большой, и я к этому вебинару, ну вообще вот к этим вебинар-экскурсиям готовлюсь гораздо больше, чем к каким-то обучающим вебинарам. Потому что там я все беру из головы, а здесь все-таки нужно знать какие-то исторические факты, даты, а вот с датами у меня проблемы. Я с цифрами вообще работаю очень плохо, это бывает мгновенно. Значит, у нас есть все, кто либо постоянно проживает в Санкт-Петербурге, либо много раз бывал, либо бывал, может быть, не много раз, но был в этом городе и атмосферу города знает. Действительно, Петербург совершенно необычный город, и я даже не могу передать этого ощущения, которое он дает. Это непередаваемо, это нужно видеть. Так, начинаем наше с вами путешествие. Мы с вами видим карту, это центральная часть города, а город наш 5 миллионов, и вот ровно год назад у нас родился 5-миллионный житель. Хотя это второй раз 5-миллионный, первый раз 5 миллионов было в 86-м году. То есть уже почти 30 лет, потом был спад, и сейчас опять 5-миллионные жители у нас в городе. Ну, сколько на самом деле проживает, конечно, трудно посчитать, но, во всяком случае, не 5 миллионов, а гораздо больше, потому что очень много приезжих или людей, которые не подсчитаны. И вот в этой городе мы сегодня с вами и будем путешествовать. Немного цифр. Вы знаете, мне самой было удивительно, когда я начала готовить полтора года назад эту экскурсию, когда я узнала о том, что в городе более 100 рек, ручьёв, там, речек, протоков и так далее, и что более 20 каналов. Потому что сейчас, когда ты бегаешь по городу, передвигаешься по городу, то ты порой даже не замечаешь, что ты переходишь с одного острова на другой, там, с полуострова, проходишь по мосту. Это просто иногда просто, ну, за вот этой вот всей быстротой передвижения это даже незаметно. Потому что везде асфальт, везде решётки. Это становится привычно. Может быть, когда ты приезжаешь в город, тебе кажется диким, что постоянно какие-то решётки мимо тебя мелькают. То есть это, вот, скажем, перила мостов. А когда ты живёшь в этом постоянно, то это становится привычно. Ну, за исключением, вы знаете, когда белые ночи, и когда летом долго очень спрячь, здесь нужно пожаловаться на наше городское правительство, что в Санкт-Петербурге очень опасно метро закрывается, а летом это становится проблемой. Метро закрывается где-то в 12 часов ночи, то есть в полночь, в то время, когда хочется гулять. Открывается в 5 утра, и вот такой вот бывает промежуток, что вроде бы в 3 часа ночи ты уже бы и домой отправился. А если ты находишься в той части города, которая разделена от центра мостами, то никуда тебе и не деться. Правда, в этом году немного решили эту проблему. Есть ночной поезд между двумя станциями, между Адмиралтейской и Спортивной, и если ты сможешь переехать уже от Адмиралтейской и Спортивной, то, по сути дела, ты сможешь добраться к себе домой уже и на Выборгскую сторону. Вот Выборгская сторона, она оторвана от многих, от центра города, потому что действительно за него и Выборгская сторона, и куда пробраться очень сложно. Когда разведены мосты. И 300 километров на наш город составляет вот это вот водное пространство. А водная поверхность, одну десятую часть города занимает, это достаточно много. Вот такие вот цифры, может быть, Вы запомните, тот, кто хорошо запоминает цифры, а кто не запоминает цифры, просто запомните, что город расположен на воде. Река Нева – это градообразующая река, и она впадает в Финский залив, и ее ширина, в общем-то, не такая уж большая, всего 340 метров. Минимальная ширина и наибольшая ширина – 1250 метров – это в порту. Река достаточно своенравная, и несмотря на то, что она не широкая, и, в общем-то, не такая уж и глубокая, 28 до 23 метров, я скажу Вам, что доброжелательностью она как-то внешне не отличается. Конечно, в Неве уже сейчас никто не купается, хотя есть такие смельчаки, которые на пляже Петропавловской крепости окунаются в воду, но это запрещено. Нева уже достаточно грязная, потому что она протекает по территории всего города, и очень много промышленных предприятий на берегах Невы находятся. Но в настоящее время их все больше и больше убирают, и я думаю, что скоро уберут и в таких частях, как Васильевский остров, там несколько крупнейших заводов, которые как заводы уже сейчас практически не функционируют, а местно занимают. И река такая, знаете, она темная, и если посмотреть с мостов, которые разводные, то получается, что, знаете, прям крутит около моста вода. Я могу сказать, что в Неве я не разу не купалась, но я так чуть-чуть рукой трогала. Да, вот Татьяна подсказывает. Это мы видим Шлиссельбург, да. Это Шлиссельбургская крепость, крепость Орешек, которая как раз находится в устье Невы, где Невас совпадает, вернее, соединяется с Ладожским озером. Ладожское озеро тоже очень суровое. Я могу сказать не понаслышке, я сама неоднократно путешествовала по Ладожскому озеру. И вот страшное тоже, серьезное такое озеро. Даже как-то я в штору туда попала, вот на таком большом корабле, который вы видите на картинке. А Шлиссельбургская крепость сейчас музей, и туда ходят ракеты, экскурсионные от Дворцовой площади, по-моему, один раз в день в 13.30, да, отходят в летний период туда ракета, полтора часа на этой ракете ехать до Шлиссельбурга, потом там экскурсии, и возвращение опять в Дворцовой набережной. Очень познавательно, очень интересная экскурсия. Этим летом приезжали гости, и они действительно экскурсии были очень довольны. Я сегодня вечером после вебинара как раз отправляюсь в те места. Мы не на экскурсию, а там рядом есть замечательный город Петерокреполь. Вот туда все и не пойдем. Ну что ж ты будешь здесь, как у меня перестать. Моста в Петербурге порядка 800 мостов, 218 из них пешеходных, 342 городских, то есть те, по которым можно ездить, они находятся в черте города, и 22 моста разводные. Вы просто представьте, какое количество разводных мостов находится в городе, как нужно поддерживать вообще все эти механизмы. Не знаю, вы сейчас открыли Дворцовый мост или нет, но долгое время он у нас был на реставрации, как раз его ремонтировали этим летом. А на фотографии вы видите новый, последний мост, который был построен в 2004 году, если я не ошибаюсь, в 2003 году. Это вантовый мост, подвесной мост, и он не разводной, то есть он уже достаточно высоко находится, по ним совершенно спокойно проходят корабли. Знаете, это вообще завораживающее зрелище, если вы будете летом, а я вас настоятельно рекомендую и приглашаю летом на экскурсию, особенно где-то в мае это хорошо смотрится, ну и в июне ночью, когда уже закрываются, там периодически открываются, закрываются мосты, они ночью некоторые мосты свозятся для того, чтобы можно было переехать. И когда сидишь на набережной, вот я люблю сидеть около Медного всадника, там есть кафе Хаос, славучий такой кафе, сидишь и смотришь, идут порядка 8-10 барж ночью, тихонечко, знаете, прям как киты так вот плывут по Неве, вот они уходят в Финский залив, из Ладыки Финский залив проходит. Ну, зрелище завораживающее. Ну, сейчас мы с вами отправимся по нашим рекам и каналам, пройдемся по центральной части города, и вот первое наше путешествие пойдет по реке или по каналу, вы сейчас угадаете. Скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, что это за водные артерии, которые отмечены у меня красным, да? Видите, красный такой маршрут на нашей карте. Кто у нас живет, кто недавно вернулся, и кто бывал в Санкт-Петербурге, угадайте, пожалуйста, что же это у нас за водные артерии. Фонтанка, пишет Анатолий, и абсолютно прав. Да, это Фонтанка. Первый наш маршрут будет по Фонтанке и по мостам, которые у нас пересекают Фонтанку. А вы видите, здесь на картинке у нас указаны ряд мостов, но далеко не все мосты. Вообще, эта река очень интересная, и она называлась вообще безымянный ерик. Не буду сейчас говорить о том, что такое ерик и почему он безымянный. Об этом мы с вами поговорим на экскурсии по летнему саду. И была такая болотистая речка, были там всякие заводи, островочки. Вообще сейчас очень трудно представить, когда такая вся большущая, большущий мегаполис, большущий город, весь одет в камень и в гранит. Трудно представить, что вообще трудно, когда-то было не проползти просто-напросто по некоторым улицам Петербурга. Были болота, деревянные мостовые были, на Дворцовой площади коровы вообще паслись. А вот такая вот была фонтанка, которая сейчас, одна из самых больших речек, которая протекает в черте города, была вот такая вот страшненькая, грязненькая, с пологими берегами. Ну, наверное, можно иногда представить, как это могло выглядеть. На реке Смоленке, на Васильевском острове, там еще есть такие вот местечки, где необлагороженные, такое ощущение, что в деревне попадаешь на какой-то кусочек этой реки Смоленке. Вот такая вот была и река фонтанка. И вот только в 1737 году она получила такое название, фонтанка, и я думаю, что вы все знаете, почему, а кто не знает, тот сейчас услышит. Кто у нас в курсе, подскажите, пожалуйста, почему же у нас фонтанка получила такое название, фонтанная река. Я немножко дала подсказку, произносила вообще, тот объект фонтана летнего сада питала. Совершенно верно, Татьяна. Спасибо большое за помощь. Да, когда был создан летний сад, и нужно было как-то подавать воду в фонтаны, вот через, из фонтанки, из фонтанной реки стали брать воду, и там были очень интересные механизмы, о которых мы поговорим позже. Таким образом фонтан функционировал. И есть еще интересный памятник, который находится на реке фонтанке. Я сейчас вам покажу это место вот такой вот стрелочкой. Так, вот я ее возьму. А, вот взяла. Вот в этом месте, вы сейчас видите, наверное, около моста, и вот это вот здание, это здание Михайловского дворца, и в этом месте есть такой интересный памятник, Чижику-Пыжику. Мы чуть позже о нем поговорим, просто-напросто сейчас представьте, в каком месте он находится. И вот эта река, в принципе, она не такая уж длинная, ее пешком можно пройти за полтора часа, медленным шагом, и ширина тоже ее небольшая, 70 метров, и не глубокая она, но она у нас, скажем так, обрамляет центр города. Раньше центр города, вообще город, проходил по вот этой части, по реке Фонтанке. Потом, конечно, город разросся очень-очень далеко. И сколько же у нас мостов через Фонтанк? Вот эта фотография, к сожалению, я ничего не смогла с ней сделать, чтобы она была более яркой, более насыщенной, и никаких аналогов я не могла найти. Но вот на этой фотографии очень хорошо видно, посмотри, тут целая гряда мостов, вот мы видим кусочек моста Ломоносова, и тут еще ряд мостов, которые идут у нас к собору, Измайловскому собору, это тоже очень интересный собор, интересная у него история. И вот так вот Фонтанка вся просто-напросто увешана мостами. На сегодняшний день совершенно, я говорю, не заставляет и руда передвигаться по городу, потому что практически каждая улица, которая вот находится на пересечении, ну, скажем так, своих маршрутов или постоянных маршрутов, она вся сложена мостами. И улица всегда как бы продолжается мостом и плавно переходит в другую или продолжением этой же улицы является через мост. А буквально каких-то там, ну, я не знаю, 200 лет назад, а действительно 200 лет назад, это совсем недавно, да, а то есть на 50 лет назад движение по городу было затруднено и в конце нашего вебинара я расскажу некоторые истории, которые были связаны с тем, что не было моста, какие были курьезы. 15 мостов на протяжении 6,5 километров. Вот у кого хорошо с математикой, можно просто 6,5 километров разделить на 15 и у нас выйдет то расстояние, которое находится в среднем между мостами, от первого до последнего моста. Это совсем рядышком. А теперь о Чижике-Пыжике. Вообще, кто знает вообще эту легенду, откуда появился Чижик-Пыжик? Ну, хотя бы просто одним-двумя словами скажите. История Чижика-Пыжика. Почему такой Чижик-Пыжик где-то и был, знаете, такая детская песенка «На фонтанке водку пил». Один детская, наверное, песня, даже не знаю, фольклорный, фольклор такой, городской фольклор. Никто не знает. Чижик-Пыжик это птичка из Чижик, и она такая зеленая и желтенькая. А буквально напротив этого места, где сейчас находится памятник на фонтанке, располагалось юридическое училище. И студенты этого училища ходили в форме, которая была зелено-желтого цвета. Не знаю, почему так получилось, но отличались они некой разбойностью, частенько выпивали в ближайших кабаках, и вот их и прозвали Чижик-Пыжик где-то был, на фонтанке водку пил. То есть, это вот их место училища рядом, и любители погулять и покутить получили вот такое название Чижик-Пыжик. Уже впоследствии была создана вот такая маленькая фигурка, и она стоит вот на такой вот, видите, на камушке, на который нужно кинуть денежку. Камушек это находится над водой достаточно высоко, но можно, конечно, подкрыть, не знаю, дитянуться можно или нет, потому что я всегда просто плывала просто на пароходике, а сверху тоже так просто рукой не дотяешься. Ну, конечно, есть мальчики, которые перепрыгивали и несколько раз воровали этого Чижика-Пыжика, ну, а большинство людей действительно следует традиции, а традиции и какие-то приметы всегда сочиняются, что нужно кинуть денежку, кинуть так, чтобы эта денежка не упала в воду, а сохранилась вот на подставке, где стоит Чижик-Пыжик, и тогда это принесет удачу. Очень любимый памятник, около него всегда очень много людей собирается и кидают монетки, добывается, что из пароходиков подплывают, кидают монетки, когда у тебя индивидуальная экскурсия. Замечательное место и вообще очень вид красивый вот того места, где ты стоишь, когда смотришь на этого Чижика-Пыжика. За спиной у тебя шикарный Михайловский дворец, история Михайловского дворца это тоже целая большая история. Слева летний сад, портанка, вот ты напротив дома, очень-таки богатые, красивые, место вдохновляющее и удушевляющее вообще какие-то подвиги, жизненные подвиги. И если мы с вами двигаемся, мы не будем говорить обо всех мостах, потому что это действительно, вообще если говорить о мостах, то каждому мосту можно посвятить целую историю, целый вебинар, потому что все мосты уникальны, все мосты с колоссальной историей, а вокруг каждого моста кучи всяких легенд, поверий. Ну, что там говорить о Петербурге, можно говорить, ну, если не три века, то, во всяком случае, три года можно рассказывать и не повторять. сейчас этот мост мост Ломоносова носит имя Ломоносова, потому что он находится соединяя, скажем так, улицу Ломоносова, проходит по улице Ломоносова, и площадь Ломоносова мы здесь не видим, а если вот приблизительно красная машинка стоит, если разглядеть, там у нас стоит и памятник Ломоносова. Вообще, это место очень интересное, находится в самом-самом центре города, от этой улицы идет небольшая улица Росси, которая упирается в здание Александринского театра, Александринский театр уже практически на метках. И это был тоже разводной мост когда-то, разводился, он весьма интересно, он не раскидывал вот свои крылья, а просто средняя часть у него поднималась, вот там, где сейчас не круглые арки, а вот квадратная арка, вот эта часть поднималась выше, ну, и тогда он был деревянный, и там могли проходить суда. А суда были такие, что провозили постоянно уголь на угли, и были эти пароходики, правые, даже нельзя как их назвать, на такой тяге, и они развозили уголь, дрова и какие-то еще необходимые вещи по домам, которые находились на берегу фонтанки. И вот, знаете, трудно сейчас представить, что вообще предыдущее название вот моста Чернышева был связан с тем, что здесь находилась загородная усадьба, это графа Чернышева. Сейчас, конечно, никакой загородной усадьбы речи быть и не может. С правой стороны продолжение улицы Ломоносова, и здесь находится институт усовершенствования учителей, и, как его называют, холодильник, да, его называют холодильный институт, и это самая бойкая, самая такая активная часть города. Вот обратите внимание вообще на архитектуру этого моста, потому что мост действительно интересный в том плане, что таких мостов было в городе вот на фонтанке шесть, вы видите, сейчас ночной вид этого моста, он действительно очень красиво ночью смотрится, и какую-то такую теплую атмосферу создаёт здесь и желтое освещение вообще по этой улице, как и таинственность, и волшебность присутствует. Таких мостов было семь типовых подсейфов в фонтанке, но сохранилось из них только два. И вот, может быть, кто-то из вас, кто знает хорошо город и частенько здесь бывал, может подсказать, что же это за мост, который мы сейчас видим. Они очень напоминают один, ну, тот, который мы сейчас только что видели, мост Ломоносова. Вот, что это за мост, название его знаете или нет? Не знаете, да? Это, не знаете, понятно? Это мост, Калинкин мост, или его ещё называют Новокалинкин. Этот мост находится уже ближе, скажем, к тому месту, где в фонтанка впадает Финский залив, туда уже больше такая деловая часть города. Видите, он совершенно практически идентичен, но не такой парадный, потому что это не сам центр города, но не такой, где очень много туристов, и там редко бывает так, что просто гуляешь. Этот мост был построен как Калинкин мост, где-то в наши дни уже, ну и в наших, наверное, 70-е годы, он был немного перестроен и расширен с 15 метров, раньше он был 15-метровый, но, конечно, очень низко, до 30 метров, потому что там были проложены трамвайные пути. И, в принципе, сейчас мы видим на фотографии есть маленький кусочек, там идёт трамвай. Вот, и после этого его стали называть Новокалинкиным мостом. К сожалению, у нас хранилось только два моста от архитектуры, а может быть и не к сожалению, потому что другие мосты тоже очень интересны и в связи с этим мы можем иметь большее разнообразие мостов. Хотя, конечно, интересно было, когда все мосты были одинаковые. Он был построен в конце 18-го века и сохранился, к счастью, до наших дней. А называется он потому, что рядом была деревня, которая называлась Калинка, Калинкиной деревней. Вот тоже сейчас очень сложно представить, что там была деревня, потому что всё это доступно, скажем так, можно дойти ногами, пройти, прогуляться из центра города, а центр города это Невский проспект. Следующий мост тоже очень интересный, египетский мост. Вы видите, что вот здесь выделены у меня на картинке такой сфинкс, такая фигура интересная. И мост этот тоже имеет достаточно интересную историю. Вообще, мост был построен сначала как деревянный, и с ним даже существует некая легенда. До того, как момента, как мы его сейчас видим, в том виде, в каком он есть, он не существовал. А дело было в 1905 году, как говорит, ну и даже не легенда, это факт. В 1905 году по мосту шел гвардейский полк, а навстречу ему двигалось одиннадцать самих. Ну, я не знаю, там какой-то обоз, по каким-то делам. И вот себе представьте себе, что идет кавалерия, лошади все шагают рухнул, так как командир сказал, забыл сказать вольно, совершенно верно, Татьяна подсказывает, во всяком случае, мост действительно рухнул. Но тогда была зима, я даже не знаю, пострадал ли кто или не пострадал, вот утонули, не утонули, в общем-то зимы были суровые в Санкт-Петербурге. И мост рухнул деревянно, сфинксы, сохранились, сфинксы были, а мост рухнул. Почему он называется египетский, я вам ответить не могу. То есть существует тоже несколько лебед на этот счет, скорее всего, все-таки это была, ну, как считают историки, что это была мода на египетское, на восток, а сейчас, может быть, у нас есть мода на некоторые такие вещи, восточные, и назвали его египетским. Мод был, конечно, восстановлен, и в те времена, через достаточно большой промежуток времени, где-то в середине 50-х годов, он был уже сделан из чугуна, вот в таком виде, в каком мы его видим, и у нас сфинксы сохранились до сих пор. Но, опять же, в Москву этому не везет, вот попадает он в время в каких-то историях. В 89-м году была авария, и в одного из сфинксов въехал КАМАЗ, и он был поврежден. Но в 2004-м году, ну, спустя, скажем, в 2003-м году отмечали юбилей города, да, а в 2004-м году был восстановлен сфинкс. И сейчас этот мод полностью отреставрирован, находится вот в таком виде, в каком мы его видим, и достаточно тоже интересная мост, вот благодаря этим статурам, которые находятся по его, скажем, краям. И такие-то интересные тоже колонны его завершают со всех четырех сторон. Такие вот интересные мосты в Санкт-Петербурге. Вот можно поближе посмотреть этого сфинкса. Действительно очень интересная фигура. Тоже место не очень туристическое, но погулять по фонтанке достаточно приятно, и вот в этом месте даже и скажут реально не очень много машин. А еще один очень интересный мост, который, конечно, все знают, и очень много о нем слышали, это Айничков мост. Я не буду рассказывать сейчас его истории. Я надеюсь, что, послушав этот вебинар, вы можете буквально сразу после вебинара залить в интернет и почитать вообще о том, что у нас хотел сделать архитектор Клод вот этими фигурами, юноша, укращающий коня. Там, кстати, тоже есть осколки, вернее, сколы от снарядов, которые попадали в этот мост во время войны, выщербленный очень большой кусок камня, есть такие мелкие какие-то вещички расколоты. Но этот мост имеет большую свою историю, конечно, он связан не связан ни с какой Аничкой, он именно Аничков мост. Вот почему он Аничков мост, вы тоже можете узнать прочитав в интернете, потому что информации по этому мосту очень много. Он проходит по Невскому проспекту и соединяет, скажем, две стороны реки Фонтанки и по нему проходит ежедневно, я даже боюсь сказать, какое количество людей и уж какое количество людей проезжает на транспорте тоже, наверное, по счету трудно поддается, хотя, конечно, статистика об этом знает. Сейчас вот это здание, которое вы видите, это розовое, оно на реставрации и там, скорее всего, будет заселиться. До недавнего времени была налоговая инспекция центрального района. Не буду рассказывать о зданиях вокруг, но вокруг тоже очень много интересных зданий. Каждый из них имеет свою историю и очень большую историю, о каждом из них можно рассказать в отдельности. А сейчас мы с вами отправимся по следующему объекту, скажем, водному объекту. Мойка. Отсказка. Правильно. Отправляемся мы с вами по мойке. Длина этой реки чуть-чуть поменьше, она приблизительно на 2 километра меньше, а ширина приблизительно такая же, ну и глубина приблизительно одинаковая. А начинается она и с фонтанки. Эта река, вернее, да, эта река начинается с фонтанки, соединены они между собой. И древнее название этой реки было Мья. Возможно, это действительно связано с финским происхождением, потому что по-фински Мю это грязь. А вообще очень много финских наименований. Знаете, я хочу сказать, я не знаю, какое у вас ощущение, когда ты приезжаешь в Санкт-Петербург и говорят, что город создан в 1703 году, там на болоте, и вот мы представляем, что действительно была такая лес, болота, и вдруг приплывает Петр I на своих кораблях и говорит, что здесь будет город. На самом деле территория Санкт-Петербурга и Ленинградской области заселена с древнейших времен. Здесь очень много средневековых построек и Выборг, скажем, Выборгская крепость, она построена в средневеках и там была очень активная, очень бурная жизнь тогда, когда вообще в Петербурге речи не было. У нас есть такое место, как Старая Ладога, там тоже есть средневековая крепость. Вот Старую Ладогу я планирую буквально через две недели поехать, потому что сама там ни разу не была. Все не так ужасно, не так было пустынно. Поэтому очень много названий, которые пришли, скажем так, в Санкт-Петербург, они происходят из древних названий. Здесь и жили древние племена Эжоры, здесь и финских очень много было поселений. И, скажем так, вот эта северная часть города до сих пор сохранила очень большое количество финских наименований. Конечно, они немного переименовываются на русский язык и произносятся, но тем не менее. И тоже речка была очень грязная. Но говорить про то, что она грязная или чистая сейчас трудно сказать, потому что сейчас, естественно, в черте города все реки нечистые, если еще учесть то, что не очень бережно относятся. И по весне вы знаете, очень много грязи подо льдом, когда снег начинает стаивать, и бутылок различных мусора, пытаются чистить. Периодически я вижу на реках стоят специальные очистительные приспособления, которые чистят дно, но тем не менее не все удается вычистить. А вот возможно есть и другая версия, что в древние времена на берегах было несколько общественных бак, и поэтому ее назвали мойкой. Вот у меня где-то здесь есть стишок, сейчас я его найду, который такой типа городского фольклора, потому что еще в какие-то 50-е, может быть 40-е годы этот стишок написан, а звучит он так. Как-то раз мальчишка бойки искупался прямо в мойке. Мойка моет хорошо, весь загар с него сошел. Вот такая вот она была речка, почему о ней такое мнение, трудно сказать. Но тем не менее она тоже очень красивая, как и все реки, которые протекают в Санкт-Петербурге, также одеты в камень, и много интересных объектов находятся по берегам мойки. А кто-то подскажет, какой известный музей находится на мойке 12. известнейший музей. Да, мойка 12. Квартира Пушкина. Пушкин в Петербурге это тоже отдельная тема. И там же рядом находится на мойке у нас и литературный кафе, где частенько бывал Пушкин. Сейчас это кафе, ну оно тогда Ильюсуковский дворец, да. много чего находится на мойке. Сколько же у нас мостов через мойку? Через мойку у нас 14 мостов. И по некоторому из них мы с вами сейчас и пройдемся. Вообще интересно, что здесь находятся у нас цветные мосты, так называемые, и мосты имеющие интересные названия. Есть такой поцелуик мост, в общем-то ничем вроде не примечательный, обычный пешеходный сегодня мост. Раньше он был не пешеходный, сейчас он только пешеходный мост. И был он когда-то подъемный и тоже имел название цветной, но он сейчас зелененький этот мост и к разряду цветных настоящий момент не относится. А вот скажите пожалуйста, как вы думаете, вот почему мост мог напеваться поцелуизом? Вот такое интересное название поцелуев мост, романтическое название. Естественно сейчас с этим названием связано очень много. Так, Татьяна подсказывает, что в трактир купца поцелуева был, а другие мнения есть у кого-то? Олчатся, да? Ну Татьяна у нас ведется ведущая. Спасибо большое, Татьяна. Совершенно верно. Вообще существует несколько легенд по поводу поцелуевого моста. Ну, во-первых, была такая легенда, что на этом мосту прощались девушки с моряками, которые находились в гвардейской плотилии. Рядышком они находились из казармы и здесь прощались со своими возлюбленными. также есть легенда, что здесь встречались влюбленные для тайных встреч. Ну, я думаю, что эта легенда меньше всего имеет право на существование, а также есть легенда, что была рядом тюрьма и арестованные прощались с родными на этом мосту. Возможно, может быть, даже это все имеет место быть и с моряками прощались, и с родными прощались, когда уходили на каторгу. Но, я думаю, что вот Татьяна права, я с ней соглашусь, что, как правило, вот такие вот романтичные названия не всегда связаны с какой-то романтикой. Здесь находился трактир кубца поцелуева и в связи с этим назвали поцелуем мостом. Как это часто бывает на Руси и не только на Руси, что название улиц или каких-то территорий связано с какими-то именами, фамилиями, которые имеют отношение к этой территории. Вот такая вот не совсем романтичная история. Но людям же хочется романтики. Так, мы завтра перевернем. Людям хочется романтики, и поэтому вот это название превратили в романтическую традицию, которую соблюдают новобрачные, может быть, не всегда новобрачные, закрепляют свои отношения вот такими вот замочками. Вешают замки на этот мозг и таким образом скрепляют свои отношения. Есть у меня еще где-то подсказочка, с чем это было связано. Значит, я хочу сказать следующее, что есть традиция еще следующая. Заговорил. Значит, влюбленные, чтобы скрепить свои отношения, помимо того, что вешают замочки, они должны поцеловаться не просто на мостах, пройти мост поцелуя. И вот у меня сейчас к вам есть предложение, если у вас есть рядом кто-то любимый или близкий, вы слушаете, не на работе, на работе не надо целоваться со своими соседями, но если вы находитесь дома и слушаете вдвоем этот вебинар, то мы дадим вам маленькое, маленький промежуток времени, вы можете поцеловаться со своим близким человеком, мысленно пройдя по этому мосту. Я даже сейчас вернусь вот к этой картинке, мысленно мы двинемся по этому мосту, и давайте мысленно мы поцелуем тех людей, которые сейчас находятся от нас далеко, но это наши близкие, любимые, мужья, жены или просто партнеры, мысленно с ними поцелуем, пошел им поцелуй, и будем надеяться, что они это почувствуют. Вы сможете даже спросить, почувствую я не то люблю. Вот такое романтичное название у этого моста и такая романтичная традиция. А сейчас поговорим о цветных мостах. Это действительно интересная история, что у нас в Санкт-Петербурге есть четыре цветных моста. Но все было бы очень просто, если бы они действительно были красные, синие, зеленые, желтые. Они называются цветными, но не всегда их цвет соответствует тем, какое название они носят. Эти мосты располагаются по самой центральной части города, и сейчас мы с ними познакомимся. Первый мост синий не обманывает нас, он действительно синий, и находится на дворцовой площади на Исаакиевской площади. И это огромнейший мост. По сути дела, когда вы путешествуете по Исаакиевской площади, вам даже в голову не придет, что вообще вы находитесь на мосту, потому что мост создает площадь. То есть вся площадь это практически мост. Он огромнейший. И он синий. И вот здесь, если вы посмотрите, вот я сделала вырезку, что в 1824 году, в 1924 году, ну, с промежутком 100 лет, были наводнения, были громаднейшие наводнения, и вот на этом полушке, не могу сказать, но на любом вот из них, которые у нас по улице идут, стоит вот эта вот отметка, до какого уровня доходила вода. Если в 1924 году она дошла вот до уровня перил, а перила находится где-то на высоте, наверное, 80 сантиметров, то есть вода, ну, Исаакиевская площадь, просто можно было плавать на ней. То в 1824 году была еще выше. С Исаакиевской площади очень много связанных историй, вот, и интересные ее и разные были названия у нее, и много что там можно было увидеть. Не знаю, вот на этой фотографии, да, вот как раз тоже хотел сказать, что скоро 2024 год, но тогда не было дамбы, а сейчас построили дамбу, и надо сказать, что дамба от наводнения наверное закрывает. Я сейчас расскажу историю, которая была год назад, чуть более года назад, когда я готовила этот вебинар, вот этот конкретный вебинар, какая история курьезная произошла, именно связанная с наводнением. Вот видите, какая ширина мотка, вот площадь, ширину целой площадь. И мы видим с вами писательский собор и гостиницу европейскую, которая когда-то называлась гостиницей Англитер, в которой был, ну погиб, скажем так, весенний. Сейчас покажу вам эту гостиницу. Вот писательский собор, вот гостиницу и памятник Николая Первому. Памятник Николая Первому установлен таким образом, что он смотрит на него, а него у нас за Исаакиевским собором. И за Исаакиевским собором у нас и памятник медному всаднику, который тоже смотрит на него. Поэтому есть такая поговорка, присказка, что два императора смотрят или повернулись задомно уже, так сказать, к Мариинскому дворцу, повернулись спиной к Мариинскому дворцу. А Мариинскому дворцу заседает правительство. Вот такая вот интересная площадь, интересное очень место, очень величественное место тоже. И постоянно здесь проходят экскурсии, проплывают кораблики. Кораблик чуть-чуть позже вам еще поговорим. Место очень интересное. Красный мост. Смотрим картинку. Красный. Так он существует красным мостом. Вы знаете, ширина у всех мостов приблизительно одинаковая, где-то порядка 40 метров. И ширина там 14-16 метров тоже приблизительно одинаковая. И естественно, он был в старые времена деревянным и тоже разводным. И разводным он был по тем простым причинам, что я вам говорила, что плавали такие лодки, плавали они на угле и разводили тоже товары по домам, которые находились. Дома здесь были богатые по берегам и мойке и фонтанке. Разводили то, что необходимо, там и дрова, и уголь тоже, какие-то сена для лошадей, потому что тогда передвигали кистец на лошадях. И этот мост действительно красный, действительно он существует и по нему движется и транспорт, и пешеходные зоны. Находится он, скажем так, не очень такой приглядный мест, обычная зона, ничего супер туристического, супер интересного вокруг нет. Но постоянно люди ходят по делам по этой мосту и проезжают тоже. Следующий мост зеленый. И опять нас не обманывают. Этот мост пересекает Метский проспект, как раз вот на углу вот этот желтенькое здание и находится вот в этом здании и находится литературное кафе на мойке. Скажу так, чуть-чуть дальше по мойке у нас находится интересное здание в том плане, что квартира Боярского находится в этом доме и квартира Савчика. Ну, а с правой стороны чуть-чуть если мы двинемся, то будет у нас мойка 12, о которой мы с вами говорим. Вот такие интересные фонари стоят с каждой стороны этого моста. Если мы визуально с правой стороны кусочек видео если мы сюда двинемся по местному проспекту пройдем в этот дом то здесь интересное тоже есть заведение музей шоколада. Но это не музей где мы будем рассматривать любой шоколад, а так называется магазин где продаются различные формы шоколада. Это фабрика которая выпускает шоколад и формы каких-то памятников Санкт-Петербурга и формы может быть даже зданий не помню да есть какие-то здания белый черный есть шоколад черно-белый шоколад я помню что я покупала знаете настоящий шоколад в форме футбольного мяча размером с настоящий футбольный мяч я делала такой подарок и действительно производит впечатление потому что воспринимает это как футбольный мяч а оказывается это шоколад интересно всегда стоит в ливрее такой лакей и приглашает посетить этот музей шоколада и также музей шоколада находится рядом со строй трогановским дворцом а строгановский дворец именит тем что во дворе граф строганов устраивал обеды и сначала туда могли приходить знать обеду а потом когда оставались оставалась еда то могли прийти любые люди и пообедать голодные нищие в общем любой любой народ мог приходить в его двор и отведать еды так что и вот название без строганов пошли собственно от строгановского от графа строганова и от его обедов вот такой вот замечательный зеленый мост и также даже здесь немножко волнуется мойка недавно видимо прошел кораблик потому что с каждого берега сейчас вообще этим летом было неимоверное количество пристаний где располагались разного рода туристические кораблики и можно было на них плавать маршруты к сожалению называется там парадный Петербург вот проезжает по сути дела по всем этим рекам и каналам по которым мы с вами идем но все-таки хотелось бы подальше поплавать и здесь я вам скажу есть один хитрый способ к сожалению в этом году маршруты сократили так называемые аквабусы аквабусы такие маршрутные такси у которых было несколько маршрутов до прошлого года и они достаточно далеко плавали они в Кронштадт плавали и практически до устья Невы доплывали на них можно было так соорудить себе такой маршрут несколько раз пересаживать и проплыть всю нему очень было интересно они заплывали и в Петропавловскую крепость и делали останок около памятника Петру первому медному всаднику и уплывали даже в Кронштадт а Кронштадт это уже достаточно далеко это уже и Финского залива но вот в этом году маршрут сократили я надеюсь что на будущий год его опять потому что очень интересный маршрут и Перческий желтый мост через мойку вот здесь у нас с вами нестыковочка мост желтый а мы его видим зеленый и еще у него название Перческий вот у нас Татьяна соведущая сегодня может она нам расскажет почему же он у нас Перческий а я тем временем вам буду говорить почему он желтый и что-то история у этого моста Капелла рядом совершенно верно вообще это тоже огромнейший мост он у нас широкий 72 метра и 24 метра длины кстати посмотрите интересно заворачивает проходик вот такой вот уже другой мостик и круг делает вот по рекам и каналам смойки до фонтан через канал грибоведа длина моста 24 метра ширина его 72 метра и открыт он был в 1834 году он был деревянный и чугунный ой деревянный а чугунный был открыт в 1840 году вообще интересная история связанная с этим мостом он был построен для того чтобы гвардейцы могли пройти на дворцовую площадь парадным шагом когда была возведена Александрийская колонна на дворцовой площади не привела я здесь пример но вы все знаете эту колонну которая находится около Эрмитажа на дворцовой площади и гвардейцы промаршировали все это было торжественно и мост тогда был желтый но он со временем конечно ну как все это быстро сделано облетшал и через некоторое время я знаю была история я сейчас боюсь ошибиться с именами значит в доме значит царская семья у нас жила в Эрмитаже да не помню какой это был у нас император к нему в гости собирался граф который жил на другой стороне вот мойки это сейчас буквально за одну минуту можно пройти этот мост и тогда это было проблематично и моста в тот момент не было он был разрушен и вот этот вот граф не помню его фамилию он направлялся к императору в гости и садился в лодку но как-то он неудобно шагнул и оказался в воде и вот в тот момент и было решение принято через несколько дней императором о том чтобы построили уже настоящий чугунный мост и вот он был в 1840 году открыт и по нему как вот говорит история проехал сам император первым в 1937 году как вы считаете он был покрыт асфальтом он и сейчас покрыт асфальтом этот мост не знаю сделают ли его желтым или сохранят вот таким зеленым ну конечно видите очень красиво он сделан у него совершенно невысокая ограда ну как обычная ограда где-то сантиметров 80 но вид из этого моста открывается очень красиво и проходишь действительно к Эрмитажу и дворцовой площади какой-то такой панорамный вид и с другой стороны когда идешь дворцовой площади по этому мосту то попадаешь во двор капелла двор капелла проходной проходишь Татьяна мне подскажет по-моему три двора проходишь и попадаешь на Большую Канюшевую улицу каждый двор тоже и двор капелла и те дворы которые ты проходишь тоже очень интересные во дворах находятся вот кто не знает город тот даже не догадается что там есть и бутики и очень интересные капелла и сама конечно капелла тоже очень интересный орган там работает и органные вечера проходят ну не только органные вечера ну замечательные музыкальные вечера там проходят опять же парадные интересные места следующий маршрут куда мы отправляемся это у нас будет подсказка Татьяна или кто у нас подскажет на фонтанке мы побывали на мойке мы побывали парадный Петербург третий третий водный маршрут это у нас канал Грибоедова вы знаете да канал Грибоедова пишет Татьяна совершенно верно естественно он это название получил чуть позже почему Грибоедова трудно сказать возможно действительно связано с дипломатом музыкантом Грибоедова а до этого либо есть еще какие-то легенды что это в честь революционера Грибоедова названо раньше он назывался Екатерининский вообще знаете раньше с наименованиями собственно как и сейчас не особо утруждались все было связано с императорами которые на тот момент руководили или имена как-то были на слуху то есть у нас очень много что называлось Екатерининским в те времена и проходит он от Марсового поля и впадает в фонтанку у Малокалинки на мостах вот там где мы с вами посмотрели этот Калинкин мост и длина канала такая же как в среднем фонтанки и мойки 5 километров а ширина максимальная 32 метра то есть канал Грибоедов совсем небольшой есть очень интересные места если пройтись по каналу Грибоедов он такой достаточно тихий во многих местах и уютный я как-то знаете наверное личные пристрастия я остановлюсь в основном на местах этих мостах которые мне очень нравятся 21 мост пересекают канал Грибоедова поэтому канал также не мешает никаким образом нам пересекать город и один из самых ярких самых таких пафосных мостов это Банковский мост который находится тактически на Минском проспекте буквально от Минского проспекта отойти 300 метров и мы с вами попадаем на такой малюсенький узенький коротенький мост но тем не менее с очень красивыми львами и очень мощным названием Банковский мост я думаю что вы все наверное знаете этот мост потому что в одном из самых популярных советских фильмов и даже постсоветских фильмов этот мост постоянно фигурировал во многих фильмах снимался да он клевый пишет Анастасия действительно деревянный мостик такой очень неизящной оградой зеленого цвета и вот такие вот львы которые держат этот мост в пасте своей на таких чугунных подвесах и золотыми крыльями тоже их реставрировали этих львов они не были столь золотыми но вот теперь они на солнце просто напросто сияют а известен этот мост тем что он просто напросто с этой правой стороны в той части где мы сейчас видим проходишь мостик и тут же попадаешь финансо-экономический университет и здание финансо-экономический университет и этот мостик постоянно показывали фильмы зимние вишни герои этого фильма работали в лаборатории этого института поэтому в этом фильме сразу вспоминается этот мостик банковский мост и этот фильм кто видел и любит этот фильм тот сразу конечно узнает вот это старая фотография так выглядит целиком он в общем-то практически не менялся очень узенький даже вдвоем там разминуться не всегда представляется возможно вот мы видим экономический институт экономический университет по этому банковскому мостику конечно сейчас здесь толпа людей никогда здесь не бывает свободно все время здесь народ не тишит и так вот он выглядит ночью этот мост тоже очень красиво светится и по нему очень интересно гулять тем более рядом ночью здесь очень много летом да и зимой и летом кафе и ресторанах на любой кошелек можно здесь найти место где приятно можно путешествовать а вот это другой мост находится он в некотором удалении уже такой наиболее спокойной части канала Грибаедова ближе к Мариинскому театру и называется он по-настоящему если тот банковский мост то этот называется Львиный мост или как его еще называют Львиные мости я очень люблю этот мост у меня долгое время был офис рядом с этим мостом и тоже очень много интересных историй связанных с этой территорией с этим мостом вот мы за этими львами видим зеленые деревья маленькой красной крыши домик это очень скажем не очень такое уютное местечко она вернее уютная но не очень радостная это дом малют это улица так малая подняческая дом 1 а за ним находится дом 3 мы его не видим и вот вообще по легенде на малой подняческой дом 3 жила старопопроценщица который который убил раскольников вообще двор там действительно ужасный дом 6 этажный а площадь вот этого внутреннего двора дворы колодцы ну мне кажется метров 20 25 и вот в этом втором дворе жила вот эта старопопроценщица очень жесткое место вот и даже сейчас хотя дом пользуется большой популярностью и вот эти вот белые львы они просто я не знаю притягивают к себе мост также очень узенький также деревянный только пешеходный но я не знаю какие-то волшебные львы и почему-то вот этот их белый цвет он особенно смотрится в белые ночи как-то знаете они растворяются как будто в молоке и рядом дома неяркие видите они таких розовато пастельных тонов просто волшебно вот какое-то вот действительно волшебство обычно я в этом месте включала музыку и мы немного смотрели на этих львов музыка из фильма мелодия белая ночь я вам рекомендую ее послушать или еще когда-то мы будем в РТ как-то подстроить таким образом таким образом что могу включить эту музыку эти мост всего 2 метра шириной и 28 метров длиной место тихое уютное здесь несколько таких спокойных офисов есть и как вы видите что подобный мост был построен и в Германии может быть кто-то бывал в Германии и может найти там этот мост я думаю было бы интересно здесь фотографии на Санкт-Петербурге и в Германии вот так смотрите он выглядит зимой просто какое-то волшебство белые львы держащие пасти канаты поддерживающие мост ну вернемся опять на место Казанский мост знаете это единственный мост под которым нельзя проплывать и вот мы с вами видим сейчас самое скажем так сердце местного проспекта Санкт-Петербурга это вот с правой стороны у нас кусочек Казанского собора сейчас я его сделаю Казанский собор так вот 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 я не тактип что никак уехали не понятно Слушайте, интересная вещь, спряталась у меня стрелочка, за слайд, ты никак на нее не видишь. Вот, в общем, вы видите, Казанский собор, справа здание, это здание дома книги, и я всегда говорю, в общем-то, всем сейчас современным людям понятно, что наверху в этом здании находится управление компанией ВКонтакте. И здесь, и этот мост только пешеходный, а, не только пешеходный, это проезжий пешеходный, но под ним нельзя проплывать, он очень низкий. Вы сами видите, что очень низкий вот этот вот свод, и там никак на копыте, если только, знаете, на маленькой лодочке, и то в нарушении правил, то есть запрещено там проплывать. Но и с этой стороны есть присталь, и с обратной стороны есть присталь, и это самое популярное место, где катаются и берутся на, скажем так, тур, туристы, которые приезжают в Санкт-Петербург и хотят покататься по рекам и каналам. Машрут достаточно интересный. Отсюда начинается с выездом через зимнюю канавку к Эрмитаже в Неву, где открывается простор на, как вы, Петропавловскую крепость. И здесь обычно все собираются, здесь даже вот три вида стоят пароходики, которые собирают туристы, по отправляющим экскурсию. Но я вам не рекомендую вот пользоваться таким маршрутом, не потому что плохой маршрут, а потому что он очень популярный. Здесь всегда самые дорогие экскурсии. Я вообще вам рекомендую воспользоваться, в каком бы городе вы ни жили, вы заходите на сайт, купонный сайт Вумбата. Почему я его рекомендую? Потому что здесь можно бесплатно взять купоны. Вам не нужно сразу платить купон, а вы берите купон, который дает спидку летом на 50%. Вообще там очень много купонов различных компаний, которые приглашают путешествовать по рекам и каналам. И есть такая компания, вот Адмирал Плес, я в частности тоже путешествовала с этой компанией, вот на таких пароходиках. Есть и пароходики немного другого плана, где полностью, ну вернее, как часть, вот, ну, закрытая веранда, а самая часть открытая. В хорошую погоду там замечательно сидеть, чтобы все смотреть по сторонам. Как правило, выдают пледы, и днем, и вечером хорошие, теплые, приятные пледы, стульчики, кресла, вот, и можно путешествовать. Поэтому, когда вы отправитесь в Санкт-Петербург, вы зайдите на сайт Вумбата, наберите купонов на различные экскурсии, вот, в частности, если сейчас мы говорим на пробудочные катера, возьмите на пробудочные катера. При этом копейки не надо платить. То есть вы платите уже, предъявляя купон, непосредственно, когда будете кататься на пароходику. Но заранее они просят звонить, потому что, особенно ночью, бывает, что местные на пароходике, поэтому предварительно, когда уже приедете в Петербург, вы звоните, что в таком-то числе вы совершите экскурсию. И экскурсии при этом дневная стоит 250 рублей, а ночная, ну, или дневная 150, а ночная 250. Ну, во всяком случае, вот этим обязательно скучно. И сейчас мы поговорим про настоящие разводные мосты, но я не буду на них останавливаться, потому что у нас так очень загруженная получилась экскурсия, такая вебинар-экскурсия. Посмотрите, какое у нас их количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да? То есть центральная часть, это которая мы с вами путешествовали, у нас 10 разводных мостов. Но когда вы катаетесь на пароходике, то вы ночью видите вот эти три моста, видите, они видены красным. Слева направо у нас идет Богоещинский мост, может быть, нам по Шмидтам раньше назывался, далее у нас идет Дворцовый мост и третий, это Троицкий мост. И вот когда ночью у нас идет экскурсия, то идет путешествие по этим трем мостами, не по мостам, а под мостами. Они разводятся в разное время, Дворцовый мост разводится, по-моему, в 12-15, где-то первый разводится один раз Дворцовый мост. Троицкий мост чуть позже, который справа, а мост лейтенанта Шмидта, Богоещинский мост, он два раза за ночь разводится и сводится у него мосты, для того, чтобы можно было перескочить из центра по этому мосту на Василийский остров, вот мы с вами видим Василийский остров, а потом и в Троицкий остров, каким-то образом все-таки попасть в северную часть города, где-то пересиделся ночью в центральной части. Это, конечно, незабываемое зрелище, когда разводится мост. Это, видите, фотографии на ночной прогулке под разведенными мостами. Здесь, видите, разного рода лодочки, и большие, и маленькие, но здесь даже их не так много, как мы сейчас увидим чуть позже. Это разведемый мост Троицкий мост. Это одна, скажем, разводится только одна часть этого моста, этого моста, с центральной части города. Вот дальше туда мост уходит, и вдалеке у нас Петропавловская крепость. Вот такой вот интересный мост, но люди все имеют разведение моста, кто не мостов стоит, кто на лодках катается. И посмотрите, какое просто-напросто столпотворение творится под мостами. Я вообще удивляюсь, каким образом капитаны умудряются в ней столкнуться. Правда, была там авария у нас в прошлом или позапрошлом году. Ну, это было днем, просто попали в створку моста, как-то не развернулся корабль. Татьяна спрашивает, лейтенант Шмидо теперь Благовещенский. Да, он теперь Благовещенский, но почему вернули первоначальное его название. И вот такая вот тропка на небе у нас творится каждую ночь с момента навигации. Ну, практически до сегодняшнего дня навигация еще у нас не закрыта. Я не знаю, сейчас ночные экскурсии есть, наверное, тоже нет. Но вот в период туристического сезона и это даже еще не все. То есть на каждом корабле звучит музыка. Народ лихует, фотографирует. Вот такой вот общий подлинный цель. И еще раз я вам показываю Троицкий мост. Он открыт в конце 19 века, в 1897 году. И очень такой интересный, красивый тоже мост. Если идти вот с той стороны, когда он открыт, от Моеведнего сада, попадаем к этому мосту, переходим его и попадает в Петропавловскую крепость и Каменноостровский проспект. Каменноостровский проспект уже долгое время считался такой курортной зоной. Там еще много интересных зданий, которые относились к усатвах различных чиновников того периода и известных людей. Это Петроградский район. Вы знаете, вообще вся эта территория отличается от тем, что в какую-то часть города вы не попали, она застраивается в разные периоды. И каждая часть города, как будто ты в разных городах. Вот ты попадаешь на Васильевский остров, там одна архитектура. На Петроградском острове другая архитектура. Если мы пойдем в Коломенске, то есть район Коломенского, да, такой же район Коломенского, Коломна, то там трица архитектуры, разный уклад жизни, разный ритм жизни. Вот по путешествиям по Петербургу можно побывать как будто в разных городах. И просто хочется отметить Вам, что уже несколько лет, в данном случае фотографии сделано в 11-м году, проходит такой фестиваль в фильме в большом городе, когда вот на разведенном мосту демонстрируют фильмы. Тоже народ собирается и смотрит эти фильмы, идет фестиваль, идет конкурс различный в различных номинациях. Вот такой вот интересный придумали историю. И фестиваль. И вот одна из бабших, о которой я Вам говорила, очень интересный смысл, как они мировые, мировые, как тупик, а бывают по ней. Одна за другой, не знаю, как это периодичный. Вот этот Благовещийский мост, не очень разведенный. Мы видим его с Васильевского острова. И видите, корабль стоит. Это корабль туристический. Здесь выплывает он из Финского золина, там есть таможня. И очень много туристов выплывает вот на таких кораблях. Корабль стоит день-два. Они ходят на экскурсии, живут на корабле и потом выплывают. А сейчас мы на него посмотрим на другой стороне, вот уже с Адмиралтейской набережностью. Так у нас этот мост разводится в Благовещенске. С другой стороны. Очень красивый здесь, и просто не засмотреть. Этот мост Петра Великого не входит в ту зону, которую мы с Вами сегодня рассматривали. Он находится подальше, но просто мне очень хотелось Вам показать именно вот с этого ракурса. Мост какой-то среди-дерековый. Он тоже разводной. И мы смотрим со стороны Охты, то есть район Охты. Это производственный, скажем, район Охты, это район, который сформировался вокруг реки Охты, Левского проспекта. Ой, и Невы. И там очень много заводов. В настоящий момент там заводы и жилая зона. Но, тем не менее, тоже очень много интересных объектов. Они связаны немного не по разной стороне уже Санкт-Петербурга. Это Смольный дворец. Наталья, напишите, пожалуйста, какие поменты. И посмотрите, что хочу еще обратить внимание, что когда Вы приезжаете в город, то, конечно, очень хочется поесть. Когда Вы много путешествуете, и часто Вы попадаете в какие-то, скажем так, замедления общепита, где либо дорого, либо некомфортно, либо еще что-то. Обратите внимание, очень много в городе таких объектов, как чайная ложка. Это, я бы назвала так, русская кухня, фастфуд русской кухни. Это различного рода блины с начинками и чай. Есть еще салаты. Можно очень прилично покушать и недорогой чек. То есть на сегодняшний момент они будут колебаться, где-то порядка 250 рублей. И еще вот одно из моих любимых кафе, называется оно Фрикадельки, как раз находится вот у того места, то есть стоянки, где, я Вам показываю, проходите, останавливаются на Мерском проспекте, у Казанского моста, да? Вот там находится такой бестерок Фрикадельки. Здесь очень разнообразная кухня, приблизительно такой же чек. И, в принципе, здесь достаточно комфортный зал и большой ассортимент блюд. Здесь и выпечка, и первое, и второе. И очень такое оригинальное название Фрикадельки. То есть когда Вы попадаете на Мерский проспект, прокатавшись на пароходике, экспирсии где-то полтора часа, Вы можете пообедить вот в этом как-то. Во всяком случае, я делюсь своими наработками, потому что у меня каждый год я два-три раза катаюсь на пароходике, потому что приезжают гости, а я очень люблю водить еще экскурсии по Петербургу, и вложу там к друзьям, друзей-друге и так далее. И мы заходим в это какой-то, у меня даже есть любимый столик, вот в углу здесь около окошка. А теперь я Вас попрошу ответить на такой вопрос. Какие варианты заработка Вы видите в подобных вебинарах, опечатках? В подобных вебинарах? Вот напишите, пожалуйста, в чате, как можно зарабатывать вот на таких вебинарах. За экскурсию никто не заплатит. И, в общем-то, не надо за это просить денег. Это популяризация каких-то объектов, какой-то информации, но для меня это даже хобби. Но я предлагаю найти возможности заработка на таких вебинарах. Напишите, пожалуйста, в чате, где Вы видите варианты заработка. Реклама заведения, пишет Анастасия. Правильно, Анатолий пишет. Рекламные материалы. Совершенно верно. Реклама рекламой платить может только заинтересованная рекламодатель. Совершенно верно. Потому что каждая экскурсия такая вот может записываться, размещаться на Ютубе. И я здесь просто обозначиваю несколько рекламных моментов без согласования в данном случае. Ну, я говорила, что я буду это делать, но не согласовала, потому что денег я за это не брала. Я просто показала, как это можно сделать. Но как можно действительно перерабатывать? Это реклама туристических компаний. В данном случае вот Адмирал Плюс может сказать вам спасибо, если они пригласят на экскурсию меня по кота, то, что я их пререкламировала, буду благодарна. Можно рекламировать гостиницу, да, потому что люди приезжают в центре. В данном случае мы можем рекламировать центры для гостиницы. Реклама кафе. Привлечение посетителей в музей, привлечение меценатов. Но ведь я хочу остановиться особо. Почему? Что значит привлечение посетителей в музей? Ну, в Санкт-Петербург, скажем так, особо приглашать не надо. Это все-таки город, в который стремятся люди со всего мира. Но есть очень много провинциальных музеев, есть очень много каких-то исторических, культурных объектов, которые находятся не в столь популярных местах, а в Санкт-Петербург. Или Москва, или какой-то еще такой город, который является туристической меркой. Да, и все люди есть. А эти музеи живут просто-напросто на копейке. И вот таким образом можно создавать и бренд города, рассказывая о каких-то музеях и достопримечательностях, и таким образом привлекать посетителей не только в музеи, а, собственно, в этих городах. Ведь у нас, если взять города, не знаю, Центральной России, Золотого кольца, таких-то малюсеньких городков, их очень много, где много интересных музеев, о которых мы даже не знаем. И тем самым в этот город могут пойти инвестиции. Дальше. Мы можем привлечь митернатов к этим объектам. Если будем рассказывать об этом, все равно есть люди, которые готовы поделиться какими-то своими средствами для того, чтобы, ну, в конце концов, сказать, я сделаю это. У нас, кстати, есть микро-гоголь, который открыт в Санкт-Петербурге, и он построен на древне митернатов. То есть люди-сидерализмные. Ну, и еще есть такие объекты. Так что, если подойти к творчеству, я только обозначила некоторые моменты, которыми можно, скажем так, привлечь посетителей и заработать здесь денег. А на самом деле намного больше. И вот задается вопрос, Татьяна спрашивает, чем это лучше, чем видеоролик. И тут же она пишет, да, действительно можно рекламировать свою конкретную фирму из себя, но не хватает интерактивности. Да, интерактивность можно добавить. Смотрите, есть несколько вариантов. Во-первых, клинируйте сюда видеоролики, которые ты снял самостоятельно. Вообще фотографии лучше делать самостоятельно. В следующих случаях я буду делать все фотографии. Можно записать небольшой видеоролик со своим же голосом и сюда же включить. Следующее. Есть, конечно, у меня в планах проводить таким образом, что вести прямую трансляцию с какого-то объекта. Почему я не делаю сейчас прямую трансляцию? Ну, представьте себе, что за полтора часа я просто не обижала бы такого количества москов. Вот если рассказать о каком-то москву одном, например, вот этого моска, о котором мы говорили, который жёлтый, он же зелёный моск, да, на мойке, рядом находится замечательный кафе Троицкий мост. Это одно из моих любимейших мест. Кафе Троицкий мост находится тоже, по-моему, 5 или 6 в городе. Это сетевые кафе вегетарианской кухни. У них определённая атмосфера. И вот можно начать разговор, например, прямую трансляцию с этого моста, рассказать вообще историю этого моста, показать объекты вокруг и перейти в кафе и продолжить. Конечно, слайды нужны, потому что если вы говорите об объекте, об одном, ну, он показал этот мост, каким он был, как он строится, с какими шурупами он завинчил, да, фотографии тех людей, которые там как-то связаны с этим мостом. Это всё равно нужны слайды, потому что, вот, уйдя в историю, мы не можем показать, ну, вот, скажем так, в настоящее время мы этого не найдём. Интерактивности больше, да, можно добавлять интерактивности, можно больше вопросов задавать. Например, это могут быть развивающие экскурсии для детей. Когда-то, давным-давно, ну, вообще, собственно, курсоводческое дело, это моё любимейшее дело, и я начинала свою деятельность, вообще, трудовую деятельность, как научный сотрудник музея, дома музея Чарышевского. И у нас были детские тематические мероприятия, где мы говорили, проводили для детей, ну, младшего, среднего школьного возраста, так же мы говорили, как же он назывался, музейные экспонаты рассказы, по-моему, так. То есть, можно действительно вести и фотографии, и прямые трансляции, можно и только фотографии, небольшие видео ставят, и таким образом общаться, например, с этими, приобщать их к музею, к тому, чтобы они были вообще, там, допустим, показывать какую-то вещь, о чём эта вещь говорит о человеке. Сейчас у нас, ну, действительно, всё как-то по верхам, и вот таких вот глубокий копаний уже сейчас почему-то не бывает. Вариантов очень-очень много. Это можно рекламировать в бизнесе. Это можно рекламировать, то есть не просто вот в экскурсии, например, а это может быть в любой другой форме, это вот в данном случае, это бесплатный вебинар в форме экскурсии. А ведь это может быть немного другой формат, не обязательно экскурсии. Это может быть встреча с каким-то интересным человеком, который напрямую не имеет отношения к своему бизнесу. Но если бизнес устраивает встречу с интересным человеком, он может выступить спонсором этого мероприятия. И на него придут очень много людей, но узнают о твоей компании. В данном случае я всё-таки делаю акцент на то, чтобы знакомиться с какими-то историческими, культурными ценностями. И тем самым привлекать людей вот в эти культурно-исторические, скажем, объекты. Вот сегодня, не сегодня, а когда, в четверг, у нас открывается вермитаж выставка профессионистов. Вот нужно было бы, допустим, побывать на этой выставке, на открытии этой выставки, и сразу уже люди, которые собираются в Санкт-Петербург, они бы в жилую увидели то, что выставка открылась, а там же одновременно мы там продекламировали какие-то объекты. Собственно, вот это всё, что я вам хотела сказать. Хочу вам ещё показать вот такую вот красивую фотографию. Алые паруса – это ежегодный праздник выпускников, когда на нём, в нём, это приблизительно где-то 20-го июля происходит, огромнейший праздник на 25-й площади, а ночью вот плывут эти красные, с красными парусами корабли. И это называется праздник Алые паруса. Собственно, вот всё, что я вам хотела сказать. У меня к вам большая просьба – приобщайтесь. Если вам интересны эти экскурсии, вы готовы посещать и приглашать ещё больше людей, я с удовольствием в этом плане буду развиваться. Потому что эту экскурсию я делала полтора года назад. Я уже сама вижу, что я бы многое сделала по-другому. Сейчас у меня есть мысли сделать экскурсии и в музей трамвая. И мне очень хочется сделать экскурсию, рассказать о, скажем, господах или синистом гастрономии, которые уже несколько лет работают после реставрации. Очень много, что нужно рассказать, но не такой, может быть, объёмный, большом тогда можно больше интерактивности сделать. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Жду вас на своих экскурсиях. Кстати, прорекламирую ещё один вебинар. Но после того, как вы почитаете. Продолжение следует...